Линь-динь-динь-динь-динь-динь-динь Парам-пам-парам-пам-парам Важный слон Бом-бом-бом-парам-парам-парам-пам Кладовая миссура Человеком тёлка Все на ёлку Создайте свою игрушку в шедеврами Для главной ёлки Яндекса Всем привет, меня зовут Егор Шкрит, Саня Монтажник И сегодня мы снимаем классное видео, которое должно тебе понравиться Это Авито Какой же по счёту это выпуск, Саня? Я никогда его и не считал Если ты сейчас мне скажешь точную цифру Я тебе заплачу 5000 рублей Шесть выпусков Раз, два, три, четыре А, вот, пять И шестой, который с геликом удалился Но его нет на канале, брат Нет, в смысле, ну ВК же есть? Нет, сколько выпусков? Нет, подожди, ты не сказал Конкретно на интубе, 5000 сюда Без зрителя, мне не стыдно Пи***ц у нас игры Айси, я не хочу сниматься Сегодня мы подготовили для вас не менее Удивительные, необычные, странные и крутые объявления на Авито Давай с чего-то начнём Надо как в телевизионных шоу Саня, ты знаешь что-нибудь про афродизиак? Эээ, нет Афродизиак это жидкость, которую ты капаешь куда-нибудь на запястье Или там брызгаешься как одеколоном И девчонки прутся табунами Серьёзно? Так и такая есть фигня Именно так, брат Ох, девчонки Ты ничего не слышал про афродизиак? Нет Нет? И не надо было Типа, ты веришь в это, что это возможно? Ну, типа, есть какая-то вот мать, которая привлекает девчонок Да, запах, запах И они просто, ну, летят на тебя в бешеные глаза Ну, типа, они сразу Ммм, Санёчек Ну, не верю Не верю в эту тему Я тоже Но, вот, на самом деле, это очень популярная история Очень много людей пользуются этим Короче, стоит, а эта штука не много Тысяча пятьсот пятьдесят рублей всего Это, кстати, удивительно У нас обычно все объявления очень дорогие А тут вот такая вот история Но, тем не менее, можно протестировать Здравствуйте Это вот мы с вами спешивались по поводу взяка А как он работает тут, скажите? Просто точечно наносите на места пульса На места пульса, то есть на руку На руку, можно на шею Куда угодно Ладно, мне очень нравится Резь битулка выглядит реально, как зелье какое-то На самом деле, выглядит как вонючка в машину Сюда повесить Слушайте, женщина выглядела адекватно Просто это же все По факту, я думаю, что это миф Это невозможно Гормональная хрень Так, чемпах Так, Варюха, лучше выйди из комнаты Посними, Варю Она вот сейчас сидит, но она понимает, что это очень опасно Ты сейчас просто только вот моргнешь и увидишь таких двух альфа-самцов Реально страшно, пи***ц Ладно, открываем Окей, на открытке мы видим женский пол Это надо идти на тусовку, на какую-нибудь вечеринку И обмазываться по полной Блин, вообще очень вкусно пахнет Ну, давай-ка за ним Ну, не прям вкусно, что Ёптель-моптель А я думаю, чем это у Максов тачки постоянно пахнет Ну, ты понял Да я понял, Саня Пахнючки-то вот такие В общем, я не был бы я, если бы не затестил это с Яной В общем, я сейчас делаю прививку Вот такую историю Задача простая Я обмазался, а теперь я посмотрю, как Яна себя будет вести Яна не самый тактивный человек Она не любит вот так вот на публике обжиматься, целоваться Если она хоть раз меня обнимет Или поцелует, все, это значит, это работает Почему так пахнет? Нет, мне не кажется Че ты делала? Я не делала, че ты делала? Я не рада, как сделала рукой Ты еще на руку купила? В общем, кажется, что еще не пахнет, что-то Ничего Блин, ну маслом с андалом пахнет, как будто бы очень Как массажем в салоне чем-то Блин, да? Ну, не очень, я так понимаю, что она вся Людям не нравится Ну, она пахнет специфически А к чему вопрос, теряется? Из-за того, что нельзя Ничего Ты же знаешь, что это не днят Ты что, ты думала, я просто раздену сразу с хода? It's ok Ребята, я провел с этой девчонкой 3 часа За это время никакого соблазна она не испытывала Это фигня Следующее объявление, честно говоря, несмотря на свою низкую стоимость Меня впечатлило просто безумно Я не знал, бля, что такое существует Ты знал, что есть сноуборд Причем еще электро Электро, который в виде самоката, который ездит по снегу Ну, выглядит супер необычно Сначала ты, ну, вдумайся, кто вообще это придумал Гусеницу повесить на доску И ездить как вот на самокате Что, арендовываем 2 и поехали? Ну да, почему нет? Ну что ж, надо затестить Погнали Чтобы кататься на этой штуке, нужно уметь Поэтому здесь есть человек И вот он обучает Мы решили просто прокатиться Он нас чуть-чуть обучил Но если уделить этому день То кататься на нем будет одно удовольствие Я уверен Я вот смотрю на него, как он катает Это профи Здесь вот такой экранчик, который показывает батарею Скорость Какой ты разгоняешься и, не знаю, заряд Если поставить на одну клемму, будет эко-режим Если поставить на две, как сейчас То это спорт-режим То есть задействовано на сразу несколько Электроаккумулятор и мотор Встал Газ попробовал Типа понял, насколько он еет Это что за нахер? Это по факту сами скрестили Сноуборд Снегоход Самокат Так Надо понять машину Давайте без спорта Ну что, пацаны, я погнал Всем хорошего настроения И я тыщу Давай Я-то я уже не хочу Посмотри, он упал У меня все боты мокрые А ты на спорте или на эко? На эко Ай, ты так на эко? Это эко, чел Может мне не нужно кататься Надо тестировать Но скажу так Управление Минус балл Невозможно Я не понимаю, как поворачивать Реально Вообще Посмотри, какой мотор здоровый А, на нем не просто можно плюшку привязать На нем машину можно тянуть У нас есть определенные пункты По которым мы будем тестировать эту малышку Первый пункт Это управляемость Уже прошли Тяга Вместительность Скорость Давайте протестим, наверное Вместительность А на нем можно вдвоем стоять? Ну, можно, но нежелательно Я понял Вместительность, ну, плохая Сказали нежелательно Значит, нельзя Блин, а у нас вот есть, смотрите, таблетка Да, и ей Этой таблеткой мы протестируем мощность этого аппарата Если он подтащит Саню Ну, тут извините Это не машина Это просто целая махина Тут тормоза нет, да? Отпускаешь газ, это тормоз Ну, давай Ух, ехать Слабой педаль в пол Оху, нет О, поехал Ну, это было просто предсказуемо на сто процентов Так же, как и я Ты пытался повернуть Он даже не упал Да, он не упадет Посмотрите, как он широкий Ну и круто Ладно, Макс, садись на плюшку, я тебе повезу Да какую плюшку? Ай, давай садись с камеры Ты готов? Да, только я могу назад опрокинуть Мне сдержаться не за что Только контролируй камеру, она дорогая Анула Давай А, нравится, иди Не надо Настой, секунду А, блядь Спасибо, блядь Блядь, Максон, что случилось? Ухи, бать А, блядь А, блядь Ай, блядь Так какое Хах Что ж ты понимал, ничего не видел даже. Ух ты, блядь, дай подожди ты, блядь. Ты что, блядь? Ты когда так делаешь, меня засыпает полностью. С горки как будто пи*** опасно, нет? Тяга у этого аппарата есть и очень хорошая, поэтому ставим десятку за тягу. Короче, мы все это делали на эко-режиме. Есть режим спорт. Хочешь, чтоб он тебя покатал на матрушке? На спорте? Давай. Давай, удачи, брат. Хотел бы прокатиться, Макс? На матрушке? Нет. Все, я устал, Егор, я уже весь слегу просто. Ой, у меня все уже замерзло. Ну крутая штука, реально. Смотрите, что мы видим. За счет того, что, во-первых, не очень круто, что аккумулятор вот так на внешней стороне борда, и он выглядит очень массивно и опасно, можно удариться ногами и так далее. Сам аппарат нереально тяжелый, не как самокат. И даже если вы представляете большие массивные самокаты, которые в аренде обычно, они все равно не настолько тяжелые, какая-то бандура. Он весит килограмм 70-60. Посмотри, как он легко вообще передвигает. Это окей. Он работает на гусеницах. Гусеница, как в танке, знаете, типа крутящий момент, крутится, и он постоянно как бы прокапывает, прокапывает снег. Вот смотри, видите, что он после себя оставляет? Вот такие вот куски, куски земли. Вот. Но все равно это остается очень прикольной штукой. Я не ожидал, что такое существует. Это снегоборд получается. Ну, получается, что получается. Вот. Ну, я бы себе такое, наверное, все-таки не взял. Но покататься пару раз в месяц, вот такая классная хрень. На спорт-режиме эта штука разгоняется до, не знаю, 100 км в час. Если что, это не реклама. Мне реально было интересно, что это за аппарат. Погнали. Ёб... На на... Ай, б***ь, коленкой ударился, на хуй. Ну, короче, мне понравилось. Погнали дальше. Ребята, минуту вашего внимания. У меня для вас классная информация. Недавно узнал, что есть детская сбер-карта. И захотел вам рассказать про нее. С ней вы можете выполнять задания от родителей. Получать за это денежку и копить на то, что вы действительно хотите купить. Ну и, конечно, самостоятельно все оплачивать. У этой карты есть 4 классных дизайна на выбор. Вот один из них с пушистым сбер-котом. А если оформить ее до 25 декабря, то на Мегамаркете вы сможете получить промокод на 1000 рублей на новогодние подарки. Обслуживание карты бесплатное. Оформить ее очень просто. Родителям достаточно заполнить заявку в приложении Сбербанк Онлайн и забрать в любом удобном отделении. Позже установить специальное приложение Сбербанк и Сним. Пользоваться картой будет еще удобнее. Скорее переходите по ссылке в описании и выбирайте дизайн своей детской сбер-карты. Ну смотри, ты когда-нибудь увидел вот эту мразь? Ну ты ж не... да. Я ж не вижу. Ну короче, рыба-удильщик. Тебе о чем-нибудь говорит? Нет. Рыба-черт. Черт только знает. Это редчайшая рыба, которая находится на глубине океана и плавает только по дну. Поэтому выглядит она как реально мразь. Мы нашли ее на Авито. В замороженном виде. А это как с лягушкой? Это тот же продавец? Нет, это не тот же продавец. Но удивительно, что такую редкую рыбу мы смогли найти на Авито. Вдумайтесь, это просто ну типа... У нее вот этот фонарик висит, который ты никогда в школке не видел. Ааа, ёптельмо. Вот смотри сейчас. С этим фонарем? Вот смотри, да. Ах, чертильник. Ну реально рыба-черт. Два пункта. Хочется посмотреть на эту рыбу, поэтому мы ее покупаем. И второй пункт. Это то, что можно попробовать ее приготовить, брат. Ну ее можно, если тоже рыба. Я не очень люблю рыбу. Особенно, когда она еще... Черт. Ну, как минимум, давайте закажем и посмотрим на нее. Одним нажатием кнопки она приезжает сюда. Где? Ну? Сейчас принесу. Так, у нас здесь термо-пакетоз. Открываем. Термо-пакет для того, чтобы лед не разморозился. Ё-о-о. Тут же ни хрена не видно. Ну да, слишком замороженный. Ох, ё-о-о.. Это что, кишки? Я не знаю, но не видно вообще ни фига. Я, во-первых, лед треснул, наверное, из-за транспортировки. О, тот самый фонарик. Капец, он противно выглядит, как какой-то отросток. Подожди, какая-то странная херня. Вот что это такое? Как будто, знаешь, провод интернета. Да, есть такое. А мне казалось, он такой маленький, типа, вот этот проводочек. Я вообще думал, это будет гораздо меньше. У меня есть вариант, как сделать так, чтобы мы его не увидели хорошо. Выключить свет, взять фонарик и посветить. Давай. Несите фонарик. Видно что-нибудь? Ох, да. Вот это... Ой, б***ь, я вижу глаза ее. Не знаю, все равно непонятно. Я вижу пасть очень хорошо. Короче, несите молоток, давайте расколем это. И посмотрим, можем мы сделать из этого суп какой-то или нет. Ай, б***ь. Ух, ёпта. А что это за херня? А, стой, подожди-ка. Чел, это не настоящая рыба. Так это ёптый провод. Это какая-то трубка, да? Это, короче, не... Это не рыба. Это просто какая-то декоративная хута. Чтоб вы поняли, что перед вами находится, вот есть рыба. Вот это вот должен был быть ее фонарик. Но так как рыба не настоящая и отновидна идиоту, мы не сможем ни суп с ней приготовить ни хрена. Она просто... Это какой-то обман. Ее просто на 3D принтере, видимо, распечатали или на чем-нибудь... Не, это не 3D принтер, это самоделка, это как фигурка. Ну, слушай, он странно мне, когда мы переписывались, я у него спросил, можно ли из этого сделать суп? Он говорит, вряд ли. Смотри, видишь трубка? Это краска внутри залита. Да. Ну, зубы... А, вот зубы. Ааа, смотрите, зубы просто из пластилина, из папье-маше какого-то, просто бумага. А, это фольга, это фольга просто. Очень обидно, я надеялся похавать рыбу черта, но, к сожалению, хозяин этой рыбы оказался больший черт, он нас обманул. Сколько мы за нее отдали, Варь? 16 тысяч. 16 тысяч рублей?! Это ледышка, там даже ни хрена не видно. Это бессмысленная вообще трата. Блядь, тупо 16к минуса. Ну, ребят, так бывает на авито, да, не покупайте такую хрень, не ведитесь на хрень. Что, двигаемся дальше, к сожалению, этому объявлению мы ставим ноль. Санек, ну смотри, ну тут уже по трендам надо пройтись. Ну не просто ж так, мы занимаемся ютубом, не просто так, мы собираем лайки, у нас уже на секундочку 11 миллионов подписчиков на канале, я всех поздравляю, не только тебя, Санек. Реально, это... Это ж так круто, прикинь! Ну это ж круто, это круто, ребята! 11 лямов, вуу, сюда забрали просто на изи. И все благодаря вам и тем, что мы выживали в горах. Если вы вдруг еще не видели, обязательно посмотрите. Объявление следующего характера. Лимонад, шампанское, чушпанское. Слово пацана. Собственно, ну, лимонад под брендингом слову пацана. Обозревать мы это можем только, выглядев как пацаны. Ну как, пацаны чушпан. Ну, блядь, ну я скорлупа хотя бы уже даю. Скорлупа хуже, чем чушпан. А, нет, скорлупа еще, ну да. Лучше, чушпан это вообще, скорлупа, да. Да хоть скорлупу. Ладно, бро, это скорлупа. Так, ну раз, два, три. Чел, это выглядит очень плохо. Я же, смотри, твоя маска, а что такая маленькая? Почему я такая огромная? А что ты держишь? Ну, типа, это... Маратик? Он же типа, эй-эй-эй-эй. Ладно, короче, как вы понимаете, да, мы заказали еще дополнительно маски, но чтобы вообще уже, типа, срубить просмотров, ну, как положено. Ну, кстати, ты реально похож на выводе Дос. Да вообще прям супер. У тебя усы реально будет добавить, а я твой че, ну, я мимо, касс. Окей, но это не самое главное. Самое главное объявление, из чего мы охренели, что кто-то подсуетился и сделал газировки под брендингом слова «пацана». Бэээнс, тээээнс, тээээээнс. На каждой бутылке есть свой герой, который очень популярен. Блин, ну, смотри, во-первых, состава нет. Ну, это неофициальная продукция суперца, а то в состава нет. Да, 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 вот есть на этикетке, то есть видно, что просто приклеили. Ну, а что мы хотели? Ну, еще, конечно, расплюснуто немножко. И почему все бутылки вот такие черные, только одна вот, где айгуль? Ну, потому что она девочка. Разничная. Светлый, знаешь. Ну, че, надо затестить, попробовать. Почему пробки разные? Мне, на самом деле, смущает эту тему пробовать. Потому что, прикинь, какой-то чувак просто сделал, не соблюдая гост, не соблюдая, там, какой-то устав потребительский. Просто я вижу здесь по крышкам, как будто они... Он сам их нахерачил. Я ради контента, я попробую и расскажу вам, как оно. Все, ну, тебе маратик надо пробовать, а мне надо пробовать адидаса. Просто лимонный лимонад. Ой, нет, полная парашка. Фу, нет, ребята, уносим. Это просто какая-то лимонная газировка. Реально вонючая, причем такая. И чувствуется, что концентрации мало лимона. О, можно я вот эту попробую? Или они все одинаковые вкусы? Я думаю, что они все одинаковые. Да, они разные вкусы. Ну, давай, пробуй. Фу, какая же параша. Либо то, что они теплые. Ну, как Кощей попробуем, как Кощей на вкус. И снова оседая ночь, и только ей доверяю. Как будто брусника какая-то или что-то типа это. Оно вообще невкусно, мне не зашло. Ну, надо затестить, бро, мы заплатили за это. Ой, сейчас как стрельнет. О, ну и классно. О, это вкусно пахнет. Это дыня. Ну, дынька, как говорится, ну, я не знаю, они просто теплые все. Не, ну, кстати, вот это еще... Неплохо, неплохо. А игуль хороша. Мне почему-то кажется, что пальто будет отстой. Так же самое, что с Фу. Это же вонючий, более вонючий. Все, убираем это дерьмо. Короче, за сноровку, за хайп, и то, что мы единственные, кто это заказал. И я видел даже, что вот эти бутылки были в рифмах и панчах. Мы заказали, к нам это приехало, и через день буквально выходит в рифмах и панчах вот эта новость. Что вот эти бутылки продают незаконно, кстати, на секунду. Поэтому мы с Саньком спохватились, изъяли, изъяли это, опробовали и выкидываем это на помойку. Так нельзя. За все это мы отдали 1800 рублей. Нормально пацан наварился. И мы выяснили по описанию объявления, что этот лимонад он делает сам. То есть варит его, добавляет всякие красители, газики и так далее. Но вот за это лайк, несмотря на то, что невкусно, может потому, что он теплый. Следующее объявление, Санек. Я считаю, что лучший подарок тебе на Новый год, ну нету вообще. Посмотри сюда. Кастрюля. Кастрюля, Санька. Дай угадаю, это кастрюля с фонариком, с USB-портом. Лучше, лучше. Это кастрюля. PlayStation 5? Нет. Это кастрюля, которая может жарить и варить без плиты. Она сама по себе жарит и варит. Раз, два, три, горшочек вари. Вау, вот это технологии. Мини-кастрюля электрическая. Офигеть. Смотрите, можно делать пельмени, можно делать компот, можно делать кашу. Ну слушайте, это же вообще решение для всех студентов, чел. Вообще куру. Подумай об этом. Есть инструкция для таких чайников, как мы. Короче, тут даже есть рецепты. Ого, а вот это, пожалуйста, мне оставь. Хорошо. Так, ёптель, чел, она же на проводе. Это же большая кружка. Да, по факту, да, это похоже на большую кружку. Здесь есть кнопка включения. Пинк, пинк, пинк. Вопрос только в том, насколько сильно она нагревается. Это нужно узнать. Я придумал, как забавно ее применить. Чтоб это был прикол. Ну как? И как раз затестим. Сможет ли эта малышка пожарить картошку? Не, ну варюха может. Нет, я про вот эту кастрюлю. Я жарю картошку. Что? Картошку жарю. Какую картошку? Картошку, которая, ну, фри. Нет. Ну, кастрюлю сама жарит. Можно пожарить даже в кровати. Будешь картошку? Она реально пожарила, все равно готовая. Все, как я. Ты вообще какой-то хереной занимаешься? Короче, следующее объявление. Это отдушина с детства. Sorry. Но я не смог пройти мимо этого объявления. Здесь уверяют, что супер реалистичный, удобный, крутой костюм железного человека. Такие на фотках там реальный костюм. У этих ребят мастерская, где они делают костюмы не только для Marvel, но вообще, в принципе, для разных героев кинофильмов или мультфильмов. Они сотрудничают с кинотеатрами, бро. Поэтому это серьезная контора. Очень интересно. Нас уверяли, что в этом костюме можно даже сидеть на диване. Не просто стоять как робот, потому что он очень плотный, а можно сидеть. Но смотрится, как реально настоящий костюм. И цена какая сладкая. 150 тысяч рублей. Но также можно брать в аренду. Аренда тебе обойдется в 15 тысяч рублей. Это много, б***ь. Мы оставили залог. Мы заплатили за аренду. И этот костюм уже у нас. Но одеть его, к сожалению, не сможет только Макс. Потому что размер маленький, нам сказали. Макс? Так, все идет. Мы готовы, давай. Что с ботинками у него? Ботинку, конечно, да, плохо. У него ботинок оторвался. Айрон Мэн. Чел, это вау. Еее, даже тут светится. Ну, короче, да, я тебе сейчас скажу. Когда ближе подходишь, он уже не такой сладкий. А открывается маска? Нет. Это все резина? А, это резина? Да. А железо где? Взял на подметал. Ну, он, конечно, уже потрепан. Ему 8 лет этому костюму. 8? Да. Но нам сказали, что 8 лет. Здорово, Макс. Допал на меня. Такой низкий вообще. Бля, реально, ты какой-то слишком. Дай-ка фотку, фотку. Я как будто на утреннике. У тебя потухла, б**, лампа твоя. Я как будто на утреннике детском. А че ты такой низкий стал? Так, вроде выше был. Потому что это сгорело, Макс, у тебя в плече. Да, я в плече. О, да, сгорело, что-то воняет. Проводка. Ну, что я хочу сказать. К костюму я ставлю десятку, наверное. Если бы он был только сделан, я уверен, 8 лет назад он был идеально выглядящий. Российский Тони Старк. Здесь есть вот такие, видите, нюансы уже, ну, типа порванные. Но в целом все равно для фотографии, для таких вещей просто реал. Чуть пофотошопить. И вообще идеально. Ну да, смотри, смотри, чуть подфотошопить. Это Тони Старк, 2020 года. Но это Тони Старк, которого размотали. Сзади, честно, немножко, ну, нюансы видны, но в целом, типа, у тебя из жопы провода торчат. Ты когда вышел, мы охренели. Ну, первый эффект, если бы нас вдали смотришь, думаешь, еее. Вот сейчас он похож, знаешь, на кого? Из детей шпионов. Да-да-да. Надо каверу наклонить, ислам. Подожди. Наклони каверу. Не, не надо наклонить. Надо, надо. Улетаешь? Все, и уди из кадра, уди из кадра, уди из кадра, чтобы он реально улетел. Давай, давай. Давай, 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 давай. Резко, там будет резко. Вау. Ну, Макс, хорошего тебе пути. Ну, вот такое объявление, костюм неплох. Мы думали, он будет более абстратый, поэтому ставим этому объявлению 8 баллов. Я 7 поставлю. Вообще, двигайся дальше. Посмотри сюда, пожалуйста, картофельная пушка, бульбомет. Да, вот это очень интересно. Картофельная пушка, это же вообще мечта. Она прям выглядит вот так. Самоделка. Реально стреляет? Ну да. Картошкой? Конечно. Но мы как белорусы с тобой. Слушай, мне кажется, туда в эту трубу можно засунуть не только картошку, но и что-то вот такого диаметра. Она же воздухом стреляет. Ну, по крайней мере, исходя из картинок. Ну, что у человека в голове, когда он такое придумал? Сидит. Сделаю-ка я бульбомет. Погнал в гараж. Эта пушка стоит 6500. Ну, естественно, лицензии никакой нет. Да и воспринимать это как серьезное оружие, ну, не стоит. Хотя я вспоминаю, как я в Беларуси на огороде с родителями копал картошку, блядь, у меня вот такая картошка была. Если ей можно стрельнуть, но, честно говоря, там можно что угодно разрушить. Давай, показывай. Без башки остаться. Давай. Исламыч уже съездил. Ебать, так она большая. Нифига себе. Бластер. Ребята, вы че гоните? Это выглядит очень хорошо. Оно реально? Это выглядит очень, мать его, хорошо. Цена у нее дороже среднестатистического водного пистолета в магазине. Ну, типа, сколько? 7К, да? Почти. Неплохо. Не, ну, если бы дети бегали вот не с водянием пистолетом, а вот такой штукой, я бы обосрался. В общем, мы с Саньком только что посмотрели видеоинструкцию, и мы поняли, что не стоит стрелять в доме. Потому что звук там вот такой. Там вообще пи***ц. Я... Ну, честно, это настоящее какое-то оружие у тебя в руках. В общем, мы сейчас поедем на специальный полигон, где будем тестировать эту малышку. Поехали. Ну что, мы на месте. Мы приехали сюда для того, чтобы протестировать ее. Нам объяснили, как ей пользоваться. Здесь есть газовый баллон. Мы откручиваем. Здесь у нас есть вот такой вентилятор металлический. Его нужно включить, чтобы он, я так понимаю, продул. Тут же все работает на сжатом воздухе. Поэтому набираешь воздух, вот, крутится вертушечка. Теперь в вертикальном положении мы делаем вот так. Это он, короче, с газом что-то делает махинация. Закидываем нашу картошку. Вот у нас есть специальный патрон. Ладно. Готовы? Да, готов. Стрёмно нажимать. Стрёмно? Вдруг еще отлетит. Поехали. Ох, еб... Вот это звучок. Да ну нахер. Во-первых, сразу пахнет гарью. Картошки пи***ц. Она просто разлетелась. Отдача невероятно сильная. Мне прям вот так как. А звук какой. Охренеть. Ох, еб... Давайте поставим что-то более твердое. У меня такое чувство, что он может проявить даже дерево. Ну что, мы закрепили сейчас фанеру. Не очень толстую, но тем не менее это дерево, поэтому... Давайте проверять. Заряжай свой патрон. Ух, еб... Офигеть. Еб... Там картошки мы, кстати, какую-то чай... Как вообще возможно? Ну окей. Он пробил дерево. У нас еще есть оргстекло. Ну, ребята, мы сейчас зарядили баллон на максимум. Ну давай. Ох, сейчас будет очень интересно. Ох, еб... Офигеть. Ну четко пробило, вот просто. Ох, прикол. Она настолько мощная, что оргстекло даже не разлетелось полностью. Оно типа вот прям ровно дырку сделало. Это классная, но опасная штука. Лучше детям не играться с ней. Конечно, детям это нельзя сто процентов. Это типа только батькам. Батек, отправлю тебе по почте. Ну что, ребята, вот очередной выпуск Авито подошел к концу. Я надеюсь, вам понравились объявления. Нам понравились не все. Далеко не все. Но тем не менее, было очень интересно. Оно Саныч. Егорыч. Ставим лайк под это видео, пишем комментарии, подписываемся на канал. Мы погнали снимать новый видос. Ну а пока. Пока! И с наступающим! С наступающим Новым Годом! Счастья, здоровья, любви, всего самого лучшего, ребятки! Стопьте на носу. Новый Год! Нет сопля! А я вижу, ты не подписан. Жду на канал. Просто спустись, там кнопка красная. Ты подпишись на мой канал. Сделай это сам. Продолжение следует...